Всем добрый день суток. Мы на выставке. Приехали на выставку. Чего, плохо там? Да? Чё, переставить поближе? Ну да. Не скури. Теперь у меня тут её. Надо. Чё наверх смотришь? В ринге хорошо сделан. Ринг спаниеля. Легавые. Лайки. Лайки. Вон сколько кубков. Смотри. Так, чё, пойдём зарегистрируемся? Тебя регистрировать, Володь, лично? А тут есть для меня ринг? Да. Где-то было там. Кузнецы. Каюр, сидеть. В ринге. Тысячо сто, да. Так, ты пятьдесят пять или какой здесь? Пятьдесят пять, семьдесят два. Написали? Тысячо сто. Тысячо сто. Денег на что, да? Денег на что, да? Хотелось бы. Да? Немножко, да? Да, вы не знаете, что дадите. Хоть бы этим. О, значок даёте? А как? Сухинича. Градь бы экспертом заплатить. Фальшивый. Я вот сыну чересовал. Да, я тоже так думала. Я думал, что вам понравится. Моё искусство. А чё-то даёт Бабынина? Объясню сейчас ситуацию. Ага. Юр, значит, среди районных отделений будет проходить командное первенство. Первые три места будут награждены районные. Поэтому мне позвонил, сказал, давай, чем больше, тем лучше собак. Первый раз в жизни. Я думал, что-то тут не так. Дорога. Ну что ты, сколько привезли? Да, разомнись, смотри. Семь. Семь собак. Семь собак. Вот почему Аркадий-то, да, засуетился. А что там? Ну, районное общество будет лучше выбираться. Три места. Поэтому Аркадий мне и сказал, бери всех собак. Куда? О, бензопилы, смотри, призы. Он хочет бензопилу себе. Но у меня нет столько, у Каюра нет пока дипломов таких. Всё впереди, в будущем. Да, да, разговаривал. Всё, всем скажи, что ты приехал. Да, выступаем за Бабынина, за своё. Да. Да. Первый. Три первых общества. Бензопилы. Да. Нам бы красный диплом. Да мы домой. Гонщиков, видишь, у них поля, полей много. Видишь, гонщики, вот при этом посмотреть. Гонщики, вот. Вот, вон, яги, яг-терьеры. Один. Может, там спрятались ещё? Бензопилы много. Ну, а потому что они здесь зайцы, офигается. У них-то... Сама местность позволяет, видишь, сам, перелески до поля, а? Основные леса-то, знаешь, сколько русских пегих? Это русская пегия же? Пегая, да. Как у этого, у Игоря, в Воронеже, где яр-то. Он такого же выставлял, да? Видел в группе? Гонщика он выставлял. Нет, нет. Да ты ничего не помнишь. Один я за вас всех помню. Ничего. Вон, Гена приехал. И у нас заводчик. Я заводчик. Я как вас заведу. Ух! Охотничьих собак. Город Сухинич и Калужская область. Мы вас всех приветствуем. Оргкомитет вас приветствует. И желает вам успешных. Сегодняшних мероприятий. И участие в сегодняшних мероприятиях. Ну, сразу хочется о чем сказать, что, видите, погода очень жаркая. Будьте внимательны, чтобы не было тепловых ударов. Смотрите за собачками. У них тоже как люди этому подвержены. Поэтому пользуйтесь тем, что здесь есть хороший лесной березовый массив. И можно отдыхать. Работает буфет. Пожалуйста, подходите к буфету. Пользуйтесь. Ну, сейчас мы тут знаем, кто у нас организатор, кто у нас. Все мы потихонечку в течение сегодняшнего дня у вас всю информацию вам дадили. Итак, я напомню, что сегодняшние мероприятия у нас посвящены памяти Матвеева Ивана Савельевича, Данитова, охотника Калужского. В прошлый раз мы вот два года назад здесь проводили мероприятие, посвященную были они Александру Петровичу Марину, известному, прошу прощения, сухидическому охотнику. Это люди, которые после военный период, много сил отдали для того, чтобы сохранить охотничье собаководство, трону охотничьего собаководства. Вот я немножко вам расскажу, Матвеев Ивана Савельевича, чтобы узнали, оно посвящено сегодняшним мероприятиям. Присмотри за ними, Володь. Матвеев Ивана Савельевич родился в 1905 году. 1905 год. Жизнь прошла пледенная, умерла в 1997 году. 92 года, в водотворные годы, и здесь вся жизнь посвящена охоте. Член общества охотников 1926 года, эксперт пенолу, всесоюзной категории по порогам легавых собак. В 1980 году, почетный член Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов. 1967 года, почетный член Ассоциации РОСОХОТ РЫБОЛОВ СОЮЗА, с 1974 года. Член Президиума Совета по охотничьему собаководству, в охотничьем собаководстве, с 1989 года. С 1962 года, до последних дней своей жизни, до 7 июня 1997 года, то есть 34 года, он возглавлял секцию кровного собаководства Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов. Его способности организатора и эксперта-кинолога полностью раскрылись с приходом секции кровного собаководства. Им была проведена работа про регистрацию охотничьих собак Калужской области. Иван Савельевич был страстным любителем охоты с легавыми собаками, которую он считал одной из самых красивейших и культурных охот. Всю свою жизнь он держал поинтеров. Все проводимые с его участием кинологические мероприятия отличал образцовый порядок. Его собственные экспертные оценки были точны и объективны. Иван Савельевич – постоянный организатор и участник калужских выставок, ну и желанный эксперт в Москве, Туле, Смоленске, Орле и других городах Российской Федерации. Иван Савельевич очень хорошо понимал роль экспертов-кинологов в собаководстве и придавал большое значение их подготовке. Он был одним из организаторов преподавателей на кинологических курсах по охотничьему собаководству в городе Калуге. Под его непосредственным руководством подготовлено около 30 экспертов. Сегодня ринг легавых собак нашей выставки возглавит один из его участников, учеников-эксперт-кинолог первой категории Сорокин Олег Петрович. Конечно, Иван Савельевич знал, что после него останутся его многочисленные ученики и последователи. В последние дни своей жизни он обратился к ним с письмом. Дорогие товарищи, друзья, вот, это шумел мой лес. Вы все обладаете хорошими знаниями для того, чтобы продолжить работу с охотничьими собаками. Работаете дружно, помогаете друг другу. Допущенные ошибки обсуждаете, исправляете. Но умышленные нарушения пресекаете самым суровым решениями. Этим заветом мы и следуем с целью сохранения памяти о замечательном организаторе-эксперте-охотнике. Правление областного общества охотников приняло решение о присвоении Калужской областным выставкам имени экспертов всесоюзной категории Ивана Савельевича Матвеева. И вот такая вот история, такой был он прекрасный человек нашей Калуги. Ну, каждый город, конечно, знаменит своими охотниками в Сухиничах. Это мы вот проводили прошлую выставку, посвящали ее Марину Александру Петровичу. Очень с интересной биографией хочется, конечно, вспомнить этого человека. И много фотографий совместных в работах между Матвеевым и Мариным. Часто они встречались, они именно жили в одно время, в послевоенное время, такое тяжелое. Но хотя в это время было очень много уделено внимания развитию охотничьего собаководства, кровного охотничьего собаководства. И поэтому в настоящее время мы сможем с вами наблюдать вот такие выставки. И светлая память об этих товарищах останется всегда у нас. И мы это увидим сегодня на рингах. Итак, я зачитаю несколько положений. Несколько моментов положений о сегодняшнем мероприятии. Мои там, че за каюр? Много-много. Мероприятие позитивное такое. Масштаб мы так это сделали. А? Масштаб мы сделали. Да, не сравните с российской выставкой вообще. Там все как злые. Итак, уважаемые друзья, товарищи. Здесь высший уровень вообще. Положение 66-й Калужской областной открытой выставки охотничьих собак имени эксперта к имени эксперта-кинолога всесоветной категории Матвеева Ивана Савельевича. Что такое открытая выставка? Значит, на этой выставке могут принимать участие не только владельцы собак, которые живут на территории Калужской области, но и все желающие других регионов, не только России, но и нашей великой территории, которая называется СНГ. Выставку организует и проводит Калужская общественная организация охотников и рыболовов. Сухиническое районное отделение охотников и рыболовов при поддержке администрации Сухинический район Калужской области. Итак, распорядок. Регистрация 8.009.30. Начало выставки 10.00. Значит, мы здесь соберемся при определенном объявлении, соберемся здесь на открытие. Очень много призов мы видим. Выставлено у флаж тока. И мы начнем наше мероприятие. Вторая категория беликов, третья категория. Но мы об этом еще будем вам представлять, это предварительно. Потому что кто-то может не подъехать, кто-то может не приехать. Ринг пегегонщик, русских пегегонщик Соколов. Вторая категория. Ассистенты Лебедев и Галкин. Соответственно, первой и третьей категории. Ринг легавых. Ассистенты Сорокин. Легавый Сорокин. Возглавляет судейскую бригаду Сорокин. Первой категории. И ассистенты Ходорев и Бурдаев. Но это все предварительно, конечно. Нормально все. Ринг Флаек, Свинцов. Ассистенты Молчанов, Ференков. Русские. Еще у нас эксперты, значит, москвитин и москвитин Ловцов. Ринг Спанели, Леус Фролов, Демидова. Вот такой порядок. На выставке проводится открытый чемпионат среди участников в личном зачете и командного первича среди районных обществ. Итак, значит, по результатам выставки будут подводиться итоги как в личном зачете, так и в командном зачете между нашими общественными организациями Калубской области. Ну что, организовываем фото, не? Итак, награждение участников. Владельцы собак-чемпионов награждается кубком имени династии Калубских. Эта великая династия была в свое время, я знаю, если с представителем предварительно. Аркадий, а для барракуды не подойдет разве? Блень, барракуда ни разу не гуляла. Не? Ну, может, ты не виден, не замечаешь? Ну, я сейчас здесь гулял, а с кобелей бы собралось то, что к забору-то нету. Ну, у нее-то есть. Поступило такое сообщение. Она тайно течет просто. У многих заводчиков, у многих владельцев собачек, которые приехали, нет. Привырки от бешенства, поэтому надо... Надо всех уколоть. Допускаться, к сожалению, собачки вместе с своими хозяевами не будут. Пожалуйста, можете посмотреть на мероприятие, но... Участвовать в такой возможности у вас не будет. Есть определенный порядок. Обязательно собачки должны быть привиты без лапу. Лапу дашь? Дашь лапу? Нет? Дашь лапу? Ты лапу не даешь? Первое место в риме не менее пяти собак в риме. Стоимость, чтобы приписаться... Ну, так, бери чизл. Я возьму каюра. Потому что он кидается на всех. Он совсем стал другим кобелем, блядь. Борзый, наглый. Если вдруг попрошу воды принести, принесешь тогда. И этот, чтобы собака тебе вне ринга не мешала, отведешь ее, когда это начнется все. Ну, когда я пойду. Мы в самом конце. Мы старшая группа. Сначала идут младшие, средние, потом старшие. То есть... Мы все равно поснимаем сначала... И это... Построение, наверное, возле рингов. Блядь, на него. Тихо ты! Какой ты борзый стал. Че, ты че? Я не подошел. Я разобралась, уже кинула. Мы не участникам. Внимание. Начинается построение. Пожалуйста, те, кто не спешит, поспешите. Потому как находиться на солнце некомфортно. Мы только будем на и собачке машем. Музыка. 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 группа. Где-то через неделю будет вся информация, прекрасный фильм о нашем сегодняшнем мероприятии. Вы можете найти в интернете. Итак. Чуха! Гости и все присутствующие здесь. Перед открытием 66-й Калужской областной выставки охотничек сайдбак имени эксперта-кинолога всесоюзной категории Батвеева Ивана Савельевича. Позвольте предоставить вам почетных гостей нашей выставки. Это глава администрации муниципального района Сухимический район, почетный член Калужской областной общественной организации Колесников Александр Степанович. Председатель Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Мишневский Михаил Георгиевич. Нельзя. Начальник ГБУ КО Сухимический районный Ветстанции Сухорухова Татьяна Алексеевна. Также заместитель главы администрации по российской хозяйственной деятельности Трифонов Михаил Семенович. И главный эксперт сегодняшней выставки Илюхин Алексей Алексеевич эксперт всесоюзной категории Он немножечко задерживается Но будет присутствовать на этой выставке. Также будут присутствовать Эксперт В количестве 19 человек Разной категории. На короткий. Уважаемые друзья Следуя традиции охотников потому что в основном общественной организации выставку собак открывает команда замызшая первое место предыдущая шестой выставки Это команда Любимовского района Для поднятия флага Российской Федерации и Росохот Роболов Союза приглашается председатель Любимовского района Проверь Ну или кто за него? Ворония! Вравляй! Смирно! Смирно! Вравним середину Воргим Российской Федерации Флаг Российской Федерации и Росохот Роболов Союза Ждак Росеевской Получно-воскопой Витаме хочется в России Великобритании В Союзе Великобритании Ватвеева Ивана Савельевича Поднять! Буряков Союзне Русской Федерации В Kat testing Витаме Генусь Песня Завелья Ивановича Жcere Витаме gross 你 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые участники выставки От имени правления Калужской областной общественной организации охотников и рыболов Разрешите поздравить вас с сегодняшним праздничным мероприятием 66-й областной традиционной выставки охотников и собак Имени эксперта всесоюзной категории Иван Савельевич Матвеев Сегодня центр кинологической работы сместился на сухирическую землю Эта земля имеет большие серьезные корни и традиции как трудовые, так и боевые Эта земля где родился Александр Петрович Марин Всем известный За прошлым году мы здесь проводили его имени Межрайонную выставку охотничьих собак Я благодарен администрации Сухинического района Александру Степановичу Колесникову персонально За поддержку проведения сегодняшнего мероприятия Подготовлены ринги, подготовленная территория И мы с вами сегодня выявим лучших собак и участников в нашем мероприятии Разрешите мне, пользуясь случаем, поздравить несколько членов организации с сегодняшним праздником И вручить удостоверение почетного члена областного общества охотников и рыболовов Румянцеву Олегу Михайловичу Который представляет Малый Рославинский район Малый Рославинский район Он заводчик, своры, гонщик 15 собак, у него даже больше Ура! Ну что, мне надо 15 собак, чтобы стать почетным Будем стараться, да, приезжай делать вольеры Ну да, да Да не, много куда надо Команда в составе Румянцева будет представлять наши интересы на всероссийской выставке Гонщик монопородный А Юр, что за секс? Каюр, ко мне иди сюда, ко мне иди сюда, ко мне, подойди ко мне Еще одного представителя, который ведет наше мероприятие сегодня Уважаемые друзья, вот здесь поступило предложение Полтора месяца назад у нас трагический случай произошел Ушел из жизни Смирнов Николай Евгеньевич Есть в категории порода блигавых собак Почти мою память, как говорится Минут молчания Снимали уголовных уборов Спасибо большое Он внес значительный вклад в развитие охотничьего соководства Калужской области И выступал, судил на многих соревнованиях и здесь в Калуге, и во многих областях Российской Федерации Разрешите предоставить слово экспорту первой категории Сорокину, Олегу Петровичу Он объявит комиссию, которая будет сегодня проводить наше мероприятие Здравствуйте, уважаемые любители охотчих собак Разрешите от имени экспертов Поздравить вас с праздником С праздником Нашим праздником собаководства Пожелать вам здоровья Крепкого здоровья вашим питомцам Всего-всего наилучшего Сегодня Будут судить Ринг русские гончии Шевелев Сергей Сергеевич Вторая категория Город Калуга Ассистенты Калявкин Вторая категория Ибеликов Третья категория Ринг Пеги и эстонские гончии Председатель Соколов Юрий Борисович Вторая категория Московская область Ассистенты Лебедев Первая категория Игалкин Вторая категория Ринг Лайки Западно-сибирские Председатель Москвитина Елена Юрьевна Первая категория Московская область Ассистенты Москвитин Третья категория Иловцов Третья категория Ринг Лайки Русско-европейские Восточно-сибирские Карелло-финские Председатель Свинцов Игорь Иванович Вторая категория Город Калуга Ассистенты Мачков и Филинков, оба третьей категории Ринг легалые Председатель Сорокин, первая категория, город Калуга Ассистенты Бурдаев, третья категория И Ходорев, третья категория, город Смоленск Ринг русской охотничьей спанель Председатель Леус Олег Анатольевич, первая категория, Московской области Ассистенты Демидова и Фрагов, оба третьей категории Еще раз с праздником вам и здоровья Уважаемые друзья Прежде чем предоставить слово Александру Степановичу Главе муниципального образования в Сухинический район Жизнь от имени Центрального управления Небольшой сувенир ему вручить Это письменные принадлежности для того, чтобы Взять вас всех на карандаш Работал еще более активно Спасибо вам большое за поддержку На каком уровне Мы очень вам благодарны Дорогие друзья Уважаемые участники выставки охотничьих собак Уважаемый Михаил Георгиевич Я рад приветствовать и поздравить всех участников С этим замечательным мероприятием Мы постарались подготовить так, чтобы было здесь комфортно Для всех вас Понять это участие И набраться еще больше опыта И менее водить охотничьих собак Борельщики поддержат вас У всех начинаний Желаю вам всем успехов И хорошего дня С праздником вас, дорогие друзья Да что такое? Спасибо Да Итак, участники выставки Вон и собак Барингом разойдись Ура Пошли Соки, моки Абитстрация Нет, сейчас младшая группа По-любому мы старшие Нам в конце Только что Если мало собак Могут совместить И среднюю И старшую вместе Либо младшую со средней А что там за ростом Не знаю Сейчас младшие Видишь, все маленькие Наши Куда надо Вот наши Нет Наши вон там Да, а Не вижу Да, это не наши Лучше по теньку идти Тут так ветерочек Хорошо Лучше здесь стоять Да Но я пойду Когда будут ходить Я поснимаю Аркадий тоже ушел Он объявлять должен А что, у них микрофон нет Да Младшая, средняя Потом взрослая Старшая У нас все старшие Вот это вниз Зажать Есть Нормально Да Сейчас Ну там чуть-чуть Но они Я так Открываем Отлично Так, теперь поднимаем его Кобель Бля, был сукой Хоть ты, говорит, и кобель Но такая Сука Развинялся Веешь Развиньки Будет пушистый большой Томогучий Томогучий Отпечатки пальцев Коды Пароли Одни пятерки Одни пятерки Одни пятерки Сколько штук-то? Три Одни пятерки Ну давай Ну пожалуйста Пошел Пошел драться Он добрый Он не будет Не должен Может в туалет Он Да, да Давай движение Движение начинаем Влевую руку Тобачку возьмите Пожалуйста Не будем Для одной собаки Съехать Да Он сейчас Всего Позь 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 Мать Нельзя Младше Подрастешь Побели Покороче Возьми Чуть Чтобы он Не разбегался А то тебе Так неудобно Денис Младше Младше Группа У нас сегодня Две оценки Очень хороши И хорошо То есть понимаете Сами, что все Получить выжить Бывает невозможно Младше Группу Мы прежде всего Смотрим Порогие Собаки И есть ли отклонения Которые Стырующие Порогие Ну или Порогие То есть Хорошо Полученные Влаши Группы Это не значит Что дальше Не будет Высшей Оценки Итак Первая Собака Получает Высшую Оценку Очень хорошо И три Хорошо Поподробнее Итак У нас Кобель Молодой Видимо Совсем Сколько Год и три Год и три То есть Это видно Естественно Он не до конца Еще сформирован Там И грудь И холка Еще не так выраженная Но У него действительно Тип конституции Правильный Крепко сухой Хорошая Породная голова Считает все пропорции Параллельность Убак морги есть Хорошо поставленное ухо Единственное Что бы Конечно Хотелось Более Глаз в косом разрезе Но не глубоко посажен Хотелось бы Более глубоко Посажен Убак Убак Одет В принципе Для лета Неплохо Хорошо Двигался В ринге Мы конечно Много скидываем В 100 летний период Собаки Все В разли Мне кажется Что зимой Еще лучше Смотрится Когда он такой Одет Хотя у него Зимы Взрослый Не был Чем Параллельность Нет Чем Поэтому Он получает Высшие оценки Очень хорошо Хотя По Конституции У него Еще недостаточно И грудь Рассковаторы Какие подворачивают Это такое Именно щенячье Потому что Это младшая группа Следующий Первый Что хочу Я домой Что сразу Бросается в глаза Что Вообще Он с полной Разлинки На полной Мы даже Не можем Встать Какая у него Шель была Какая нет Хорошо Сложен Растянут Но На фоне Того То Что он Так сильно Разит Посмотрите Какая Большая Голова Смотрится По сравнению С Туловищем Хотя Голова Неплохая И параллельно Соблюдена И Головной Глаз Тоже Умеренно Косом Разрезе Тоже Неглубоко Посаживает Очень Крупное Ухо Сразу Бросается Вахов Нет Его лучше Летом Не выставлять Зимой Он получит Высшую Оценку Сейчас Ему Заставят Востояние Когда Неплохо Еще Грудь Не до конца Опущен Это Младшая Группа Это У него Все Разорвется Хочу Обратить Что Какая Хорошая У него Колодка Растянута Ему Просто Надо Быть В выставочной Форме Сейчас Он Получил Первую Оценку Мы Сделаем Запись Что Все Зубы Потому Что Лучше Сходить А потом Уже Зимой Прийти На Другую Выставку Следующую На Зимнюю Готовь Ну Да Я говорю Кинешь Мне фото Я тебе Скажу Надо Не Надо Этот Вообще Группные Не Группные Они Группные Группные Тут Ребер Мы Прощупать Не Можем То Это Уже Ожирение Идет Тут Вообще Очень Крупный Пес Очень Мощная Гость Здесь Уже Группные Собака Очень Мощная И Самый Главный Голова Отличается От Собак Она Более Широкая В Черепной Часть Глаз Тоже Практически Вумели На Косом Разрезе Хотелось Б резко Косой Да Небольшая Уха Шикарная Одежда Что Не Понравилось Что Собака С Хозяин Не Можут Показать Это Тоже Нетипичные Долайки Вы Должны Выяснить Кто У вас Старший Это Мы Здесь Были Добрые И Возились На Большой Выставке Мы Ушли Судечкой Запись Невозможно Смотреть Я Всем Говорю Учите Показывать Зубы Вы Должны Задерживать Ринка За Одной Собак Но Приехать Почему Хорошо Не Уже Ожирения То есть Там Общение Это Невистичная Кондиция Это Показывать Голова У Того Андрея У Того Прилобина Больше Да 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 Вот Это Намного Лучше Была Была Если Помни У 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 Чара Вчара Верни Мне Шорты Заплати Больничный Мне Три Года Прошло Ни Вестей Ни Элементов Шорты Пришлось Писать Чара От Тумана И Тайги Туман Алешина И Тайга Дениса Тайга От Тайны Соболя Тайга Катерок Ветерок Одна Совсем По другому В лесу Да Верх Не работает Не хочет Или Белку Может А так КПТ Лося Недолго Километра Два Ну У меня Так А че Нравится Ей Че Приоритет Какой Ну Пока Еще Не понял Не понял Не так Часто Бывают Ну В принципе Довольно Ну Мне Денис Говорил Что Счастье Довольный Человек И У него В стае Стал Порядок Ну Тут Она Воспитывает Младшую Ну Характер Конечно Жесть Характер Да Сложный У нее Ну Прям Прагаемся Ничего Страшного Может Будь Свой Клан Она Воспитает Да Да Вот Злюка Злюка Ты Шорты Верни А не Галки Мне И Ранение Мое Зализывай На Родственника Народа Родня Бросила Кинула На Произвол Судьбы Родня Кинула На Судьбы Три Собаки Где-то Гуляешь Средние Кобели Западники Средние Средние Кобели Западники Сейчас Андрюк Созовем Всех И чужих Еще Еще Она Подходит Не Сюда Смотри Я всех Вроде Пригнал Нет О Видишь Как Раз И Все Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Собак Так А Чаров Старший Идет Да Группе Чаров Да Она Уже Котет Не Потерял de Шесть На бухню Или Ровался Он Рвет Чуть Из земли Рвет Рвет Валерина Свободнее Вы Свободнее Я Валер Свободнее средние кобели кобели средняя группа возрастная собак три четыре пять шесть семь собак семь собак господи поднимай хвост молодец поднял хвост это первый прекрасный первый хорами стрелал восточник сейчас среднем потом мы с каюром я иду нет она сейчас описание будет делать каждый там 7 собак средний потом сейчас старшие кобели а потом суки пойдут и маленькие младшие средние взрослые старшие дениска это идет целенаправленно к чаре он ее как истинный хозяин будет зубы ей показывать на праздник как праздник дети люди женщины ходят настроение все улыбается добрый народ все российское рядом не стояло то есть совсем позитив другой не мрачная обстановка влей как звуки в лесе все надутые насыпленные какие-то задачи на и здесь прям прям лафушка 200 рублей за 100 грамм шашлыка не наливают нифига только сок да надо просто знать лазейку классные молодцы каужане всегда отличались я не нахваливаю конечно у них всегда позитив до открытия охота у нас дабы как ты как попал 2 около костра бля выпивы пивосик всю ночь костер и кто вот так всех настреливает самые хромые на с хромыми глазами шурпа мурпа и так далее и иди говорит идите детей посылают ко мне идите к юре возьмите уток володя есть каюш помнишь как а помнишь как он чужих уток нам носил не главное польщин из кустов так выходит с уткой раз ее положил и думает получит он за это люляю не получит да иди уже видели иди на а мужик орал помнишь это моя утка убери собака это моя утка отдай мы надеемся побольше принесет да да кто ничего не слышал а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Младшая группа щенячья от 10 месяцев до полтора года Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 хорошо идет первое выигрывает ну как по мне хорошо ходит молодец где-то еще в зиму в разгаре ленки будет скоро средняя возрастная группа сухи западно-сибирская лайка порода ну что можно сказать свиринк очень понравился все собаки получают высшую оценку отличную хорошие свиринки просто здесь кто-то еще выиграл в ринге кто-то проиграл вот собачьи в стадии формирования кому-то только исполнилось полтора кому-то уже в трём годах первая собака очень хорошо двигалась в ринге хорошо сложена одета но уже конечно на бразильнике видимо зимой более еще богатая она уже половину выленила небольшой окрас она палевая такая сухо вот какой недостаток сейчас лето так называемый цветущий нос такого окраса это бывает вот в ней края черные есть чуть-чуть это коричневый для летнего времени но это не бывает очень породная голова посмотрите на умеренно что умеренно широкая глаз глубоко посажено здесь хотелось более косой разрез глаз карьер то есть не смотря что собака палевая глаз темный сколок у него нет хорошо двигалась в ринге единственное что не любим мы соседок с характером но ходил очень хорошо правильно ходила хорошо действительно нам показалось что она здесь лучше да да вы еживалась молодец хорошо ходил отличная яркая такая собачка про это правильно хорошо сложена может быть жару так переносит чуть-чуть она так виловато немножечко ходила в ринге чем она проиграла линиями головой посмотрите я же говорю собаки в стадии формирования не зря подходили тропами у ней вот видите опять бугорок еще бугорок может быть он когда был младше было бы еще больше а сейчас он вытекает но до конца не вытек но уже не так критично чтобы снижать оценку и конечно пасов это глаз не так глубоко посажен еще может разойтись да или куполок да это может уже эти глаз посадку уже никуда не денешь то есть она будет проект окупом может уйти это он уже практически но сходит нет никак в младшей группе он еще заметил ведь у нее волосы вот так еще до стоят на самом деле есть вот такая уж и небольшие вас и высоко поставлены то есть растянут надет хорошо здесь мы конечно подразделись поэтому нас кажется небольшой подрывчик хотя это плавно хорошего формата колодки но тоже на поводке мы не слишком приучены ходить и мы поджимаемся вот породных линии голова тоже умеренно широкая глаз тоже хотелось бы более глубоко посажена так хороший разрез глаз сухая губа из-за того что она раздета нету муфты муха кажется великовато но не критично просто вот ее конечно лучше выставлять зимой когда ухо вообще что-то вывез вот здесь собака хорошо служена хорошо хорошо одета если гормину небольшой украд кто на красный факт это не считается породных линии голова чтобы хотелось для такой собаки немножко узковатая черепная часть ну покажется крупноватая и так она у нее это глаз видите какой хороший разрез в косовом разрез глубоко посажен что хотелось отметить по груди чуть подраспахнута будет когда найдет это заметно ну немножко вот так жарко очень много жарко но вот на данный поэтому место в ринге это проиграла движение не хочу обратить внимание они еще люди до конца развиты они устала если здесь подраспахнута тут сурского финина подворачивает локотки хорошая породная голова чуть развиты бровки ухо высоко расставлено хотелось бы более глаз был глубоко посажен вот такие недостаточки и конечно для летнего времени она вот так одета породность это не отменять оценку мы снижаем здесь сам что-то чуть подзагружены конечно не критично но чтобы снизить оценку богат еще одета просто она вот и всех здесь сам это полагает раздельку еще у нас не пошла здесь уже голова более широковато но тоже все у нее умеренно она просто очень гармонично сложена здесь не может быть другую ухо другой глаз и все прочее здесь все вот ну в меру у собаки вот и недостаток у нее тоже чуть широковато даже она сейчас стоит заметьте что она широковато я даже к трем годам у вас или как сколько ей года 7 может загрудить особенно после щемения вот может больше разойтись но вот этим она впереди собакам рыбалом и головой немножечко и грузит и тоже немножечко головато двигаться хотя шикарно оценку мы снижаем все получают отлично на высшая оценка не вопросов нет давайте написать что они снимают сейчас снимут мне тут последний еще один шорт и телефон не свой скинешь я буду писать иди ко мне иди сюда ушел в отрыв иди ко мне иди сейчас сумку отнимет вот так вот вот так вот вот так вот Иди косяк Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и выше бы прошла. Следующее. Породные собаки. Хорошие породные головы. Вот так головой гуля ступает, у нее здесь есть закат тиминных костей, так называемые шеркованы черепиная часть. А вот здесь очень обидно. Она бы, конечно, получила мешать. Но оценку хорошо стала хозяином, не собаки. А зачем ее выставлять в такую кондицию? Нет, но я думала, что она сейчас закатывает. Здесь не просто, здесь уже вон, но здесь вон стамейка. Может и просто на нее сесть. Это называется невыставочная форма. И вот, я же говорю, зимой выставка. Ну, пожалуйста, не обижайте. В таком нельзя выставлять собаку. Ну, нельзя. Хорошую породную собаку мы ставим ей. Вместо того, чтобы дать отлично, мы даем ей хорошо. А так она достойна идти. И вторая могла пройти в ринге еще. Но здесь уже вон, все, он решает, расходит. Ребер нет в помине. Только найти надо. Здесь тоже самое. Я ее все ощупала. Невозможно найти ребра. Ну, невозможно. Я говорю, оценка хорошо. Хозяина. Мне собаки. Собака породная. И она не виновата, что ее так раскормили. Ей же дают, она есть. Сколько раскормите? Летом один. Три в неделю. Понимаете, что... Вот сейчас жара. Собаки загружены. Знаете, куча съемокружек на сердце. А потом ей идти охотиться. А потом ой, собака устает, ой, бросает зверь. Ей же тоже надо восстановиться. Нельзя это делать, давать такой большой нагрузку на сердце собаке. Это очень сказывается, что вас будет на охоту. Так, вопросы есть? Давайте с ней идти. Последнее написание. Документы где? Спасибо большое. Так, и... Чеза осталась здесь. Чеза. Сидает. Ну что там? Документы. Вы тогда говорили на той выставке, как вы свою собак покажите еще, чтобы я ее запомнила? Ты прямо сказал, она вообще голая была. Там где-то с куртома сахара где-то рядом. И вот эта вы со собакой говорили совсем была? Да, эйра, эйра. Да? Она прям реальна? Кстати, сахар помочь. Сахар? Сахар? Да. Сахар. Он в возрасте, да? 63 года. Ой, молодой. Давно умер, да? Вчера умер. Вчера? Чурак, нет? Займись, не горю, а что горю. Чурак, нет? Займись, не горю, а что горю? Чуть сожрается. Чуть сожрается. У меня курка в живую видели? Конечно. Хороший? Нет. Я просто не знаю, что все равно. Он хорошо одет какой-то. Единственное, у него была, он высокий очень, одет как хорошо. И пясти у него прямовато были. Ну, как будто вот, ну, у нас тут. Он парил, больше белый. Да. Фигмент носа не был? Угу. Нет. Черный нос. Черный нос. Черный волос. Вот, черный волос. Да. Очень, вот эта полосука 65 сантиметров. Здесь сидят собаки, вот здесь переросит. Понимаете? Тут еще Тарапанский край. Комжа 65 сантиметров. Откуда они вообще идут? Это трачка. Вот это идет и на трачка. Вот роман трачка. Это идет где в курке. А сама Комжа идет на чилик. А чилик сам что-то сантиметров. Это ярче. Да, да, да. Они вот здесь крупные собаки. Здесь крупные собаки. Дар крупный очень. И все. Здесь таких нет. Дары я видел. Монопорцы. Здесь все нормально. Очень. Очень оплатные. Очень оплатные. Здесь. И по чилику передавалось. И чиж здесь есть. Ну, вот я каюром ее повязал один раз. Она, вот смотришь, вот эту под большую одежду не дала. Угу. Не передала. Да. Это одежда с подкурка такая. А он был с подкурка? Да, он был с подкурка. Да, он был с подкурка. С подкурка. И вот зимой нельзя было ставить. Зимой не было ставить. Или он его не выставлял. Он двух ярких. И яркий так хорошо было одеть. Ну, здесь вот так же чистка. Вот, да, собаки. Ну, Андрей говорит, что он много чижа получил. Не за ним. Да, его нельзя можно. Не-не-не-не. У нас два-три, но он у чижа сделал. А чем еще два чижа? Он два-три на чижа и там еще раз. Ерунда получила. И там еще, получается, чисто там по тебе это стоит. Это для Гульяна Владова, это да. Свердловский, да, Савайя? А у нас тут Лой. Лой-2. Это не Лой-1, а Лой-2, который четвертый взлетит. Это у вас? Ну, вот этот клубный, да, да. Ну, если вязать, звонить или чего-нибудь делать. У меня они в конце... У меня в конце февраля начало марта. После охоты. Ну, в общем, он и статистический маленький. Да, красный. Палевый. А что имеет диплом? Лось. Лось. Кабана. Да. А вы утку вообще не судите? Утку? Утку? Не будем судить. Утку, она как-то очень хорошо. У меня каюр очень сильный. Работает утку. Вот то, что в году отсюда, я забыл. Выдаетесь сюда. У нас там она не лает. Вот. У Кустина очень хорошо. А если что, когда будете проводить в августе, сентября? В августе там охоты откроют. До охоты нельзя, потому что мы не подружаем. Только во время охоты. Андрей, оставишь номер, может я свяжусь. Я вам фотографию покидал. Там много фотографий. Мне нравится. Да. Я вам в WhatsApp скину. Может быть, вы мне напишите. Я просто каюр очень заслуживает утку. Он очень болеет птицей. Я даже хочу его в Карелию отвезти на хитаря. Хитаря очень хорошая. Там волки. Волки у меня соболя сожрали там. Ну, потерял я пару собак там. Там волк. Кирк волк. Кострома волк. Да. Потерял пару собак. Мурта борется. А в Карелии не борется особо. Там неудобно гонять его. А в Карелии не борется. Да. Во-первых, ваш крыс не отдать? Да. Так. Как случилось? Это все старое собак. Так. Что у нее есть? Кабан. Трешка, да? Две трешки. Кабан. Барсук. Это не медведь в паре. Ой, сейчас только барсук и кабан возьмем. По новой это. Да. Угу. Два. У нее два кабана. А они две. А они все с одной группы. Угу. Так. Утупался у нас здесь, да? Угу. Классные. Классные. Угу. 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 А за что я поставил фору? Я не спросил. Развала по спине. Угу. Я почему-то знал, что поставили на развал сколько, а я первый дело посмотрел. Ну, до этого, судя, сказали, что развала нет. Они сказали, что вот это, вот это развал. Ну, какой это развал? Развал, знаете, он, 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 он должно идти вот так или просто валиться сюда. А здесь, как... Заваливаться на ребра. А здесь, как бы, вот такая... Не просто заваливаться. При развале видно даже... Позвоночник видно. Да? Да. Это было в дубинке Аполова. И она прошла первую ночь Российки в Каминск-Уральске. Забалдеть. А вы не знаете, в двадцать седьмом году, где будут проводить, не планируют они в Сиросильске? Не говорили, еще нет? Угу. 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 Мы чемпионы клубов получали от клуба. Потому что, блин... Чемпионам даже клубов не было. Организация вообще кошмар. Здесь вот все поставили, люди улыбаются, ходят, но совсем другое, настроение в людей другое. Как-то праздничное. Выступили побольше. Это еще первый племенной класс. Держите. Поздравляем. Так-то они что-то будут там в конце? Это только чемпионы как раз. У нас нету чемпиона. Я понял. Поехали, получемпион. Мы закончили выставку областную. 66-я была, 65-я, 66-я. 66-я. И Чеза тоже заработала. Кубок Оглы. Во. Первая в ринге. И получилось все красиво. Просто интересно дождаться, выиграть наши Бабынины или нет. Это мы узнаем, наверное, от своих тогда, да? Да, думаю, да. Что, поедем тогда? Я думаю, да. Нам еще работать не забудь. Кто сказал? Кто это, блядь, правило установил? Может, я хочу отдохнуть? Нет, работать надо. Я и понял. Якши, якши. Так. Вот такая была выставка, да. Володь сейчас в Минске нет. В Telegram? В Telegram канал. Может, под Wi-Fi? Так будет лучше? Не надо. Так будет быстрее и без денег. А, у тебя безлимит? Юр Соловьев, да? Ну, он, наверное. Я не знаю. Ты знаешь? Я тоже не знаю. Ну, и фиг. Чезе отдай, передай. У ней 8,917. Три пятерки, две двойки, два нуля. Все. Мы поехали домой. Всем пока. По развалу никакого развала нет. Это не развал. Ничего развала нет. Развал, когда переходит большими вниз. Сейчас засудили, было все договорено. Спасибо определенным людям, которые очень старались, завистникам. Вот у нее сейчас ворс поменялся, он вообще дыбом стоит. Она сказала, надо приглаживать, чтобы он не торчал дыбом. Вот это вообще, вот эта холка, даже была собака младшей группы, в средней группе тоже есть такое. Это не развал. Развал, когда идет полностью везде и уходит на бок. И вот так вот заваливается полностью длинный ворс. Он сказал, что это, даже ребят виден. Да, и голый позвоночник. Также развал хвоста, он также был у этого, у Колина, у Кобеля, если ты его помнишь, что лас. У него вот этот длинный ворс, он тоже был богатый. У него вот так вот был развален волос. У него был середина хвоста видно, а на лево-право был развал. И он получал всегда оч-хор. Поэтому вот такие вот дела, вот такие пироги. Каюр, я, каюр. Жарко. А где что-то надо? Все, они ушатались. В жаре. Да, да, очень жарко. А кто медалик удел? Ты куда медалик удел? Вот она медалька. Первый прямой класс. Малая золотая медаль. Каюр, я на счет утки, мы добазались почти. Если ты не будешь уходить дальше сорока метров и принесешь мне всех уток, вот, тогда тебе дадут диплом по утке. Воду выливаю. Дать попробовать каюру еще, сунем туда под лапы. Может попьет, лежа. Смотри, это же борзость. Пей, пей. Пей, не надо подрываться. Каюр, ты такой борзый стал. Ты не умеешь ходить в ринге. Все. Все, старший позасыел, мы первые везде. Мы принимаем все поздравления, аплодисменты. Нужно не хочет. Да, все, выливай тогда, Володь. Давай. Все. Чез, садись, садись. Чез, садись. Поводки мне сдали. Поводки сдали. Первые. Среди кобелей и сук мы первые. Каюр и Чеза. По породе западно-сибирской лайка. Все с золотыми кубками. И так далее. Как я вам говорил, сначала я буду делать дела, чтобы всякие редиски, водоходоносоры, петухи гамбургские не делали свои какие-то определенные вещи. Не надо заслуженных собак опускать. Скоро эти все придурочные будут с дворнягами ходить. Или чисто со своими. Тянут одеяло на себя. А здесь не должно быть этого. В приоритете стоят не свои, а все. И судейство должно быть в приоритете на собаках. А не свои дела решать. Поэтому как им хочется. И несмотря на всех дружбы, знакомства, он должен видеть только в ринге, только собаку, а не хозяина. И не слушать никого. Например, как у Речкина. Равняйтесь на него, и будет к вам уважение. Уважение зарабатывается годами. А не распиздятем, который вы пытаетесь что-то сделать. И людей приманить на свою сторону. И доказать что-то свое. Не получится. Люди любят открытых, прямых, честных людей. А не которые за спиной шукуется. Всех благ, всех обнял. Всем пока.